Девушки отдыхают И редко стираю, чтобы она приобрела окончательно мою форму И просолилась слюной ядовитой, ну и так далее В общем, здорово Здорово, отлично выглядишь Что, прости? Отлично выглядишь Отлично выглядишь У меня же появилась собака, поэтому собака меня вынуждает с ней ходить И это хорошо, это хороший тренажер реальности Потому что иногда ходить конкретно не хочется Иногда просто нет возможности ходить Но собака иначе будет писать где угодно, везде И ходить по-большому тоже Поэтому мне приходится ходить Димка, ну смотри У нас есть отличная возможность поболтать при всех Но как будто нас окружает еще человек 40 приятелей Но мы их просто пока не слышим И заодно все обсудить, что нас интересует И пройтись по этим вопросам, которые мы заявили Они довольно насущные И наблюдая за, так сказать, менторством разных команд Продуктовых и дизайнерских Я вижу, что у нынешних арт-директоров и продукт-людей У них есть какое-то представление о менторстве и кураторстве Совсем иное, чем было и остается у нас И мне кажется, что, наверное, кайфово было бы сейчас разобрать Как мы-то видим И может быть это кому-то еще будет полезно А может быть и нет Ну просто побазарим об этом и все Давай А потом про тачки А нет, давай сначала про тачки Кроссовки Ну про кроссовки будем тоже Остался ли у тебя этот огромный пикап? Пикап? Нет, пикап давно уже продал Мне нужно было сделать газон вокруг дома Сделать забор И пикап был продан И все бабки Пошли на газон Кошмар, да Понял Я не жалею, потому что, на самом деле, я бы хотел больше вен, чем пикап Да, я согласен Вен круче Но ощущения от него, конечно, были фантастические Я немножко скучаю Отлично Какой налог, извини Или там было хитро все так устроено Там 200 лошадиных сил А, всего Вообще, да Это же старое американское говно Которое не едет и не рулится Но вибрирует приятно Приятный такой аналог Массаж Да, массаж Массаж, отлично Громко звучит еще приятно Булькает и прочее Смешно Ну, это V8 или это V10? Нет, настоящий V8 V8 Там 5,7 литров Отлично Расход там, типа, 20 литров на 100 километров Ну, это нормально Ну, да Сейчас бы, конечно Сейчас на такой тачке Я себя очень Мало представляю в городе И вообще Как-то Но А тебя пускали в город? На этой тачке? Я тогда работал же в большом городе И я нашел спот Где можно было на нем парковаться Возле моста каменного Это было Боком или вертикально парковаться? Как ты парковался? Это же огромная сволочь Да Это была какая-то ФСБшная парковка, видимо И они мне думали, что я свой Короче, я там бросал тачку И пользовался этим пока большой город Смешно Забеныш Так Давай Чтобы Ну, сейчас ребята не расстроились Что мы пришли Обазарить про тачки Хотя, конечно Тачки – это самая интересная После детей И тема Ну, как ты помнишь И потом Немножко шрифты Немножко кроссовки И чуточку архитектуры Давай Так Кто первый? Давай ты начнешь Ты начнешь? Или я начну? Ну, давай ты Ну, давай У меня на самом деле Идиотские вопросы Ты написал хорошие вопросы И я сейчас уже смотрю Что мои какие-то очень скучные Давай Начинай ты Ну, ладно Давай, чего у меня там Я, может, потом Просто на ходу Перепридумаю Чтобы мои были чуточку получше Хорошо Вопрос номер ноль Давай Как ты считаешь Дизайн – это Искусство? Или Ну, вообще Сколько в дизайне Искусства И вообще Дизайнер Он художник Или он Проектировщик Инженер Ты где-то Прочитал этот вопрос? Я, да Вот я просто перед встречей нашей Написал себе Ты зашел на TheQuestion И, наверное, по частотности посмотрел Какой самый популярный вопрос Дизайнер Ну, не, я могу тебе объяснить Почему я это задаю Вопрос этот И чтобы Понятно, в чем моя боль Давай-давай Я просто в какой-то момент Осознал Что я немножко Устал от того Что дизайн Как бы Он Взаимодействует Какими-то С Должен отвечать На какие-то задачи Решать их Типа Выполнять какие-то КПА И прочие вещи И ты Так или иначе Начинаешь действовать На рецепторы Которые в голове У людей То есть Понятно, что Ты там включаешь Какую-то эмоциональность Но ты Там много логики В этом во всем Понятно, что Есть этот вопрос Подход к искусству Когда он Только про Тоже про логику И про такое Про проектирование Но в то же время Есть подход Который Как бы На чисто эмоциональный Как бы На рецептор Построен То есть На эмоциональных вещах Вот насколько Ты думаешь Как бы Ты тут вообще Я тут 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 переключилось Что-то А вот все Насколько Ты думаешь Важно Ну сколько Процентов Искусства В дизайне Насколько Просто У тебя довольно Как бы Работа Они такие Они такие Очень Самобытные Они авторские То есть Всегда Твой Их можно Как бы Очень четко Всегда Понять Что это ты сделал Или твоя И я вот Поэтому думаю То есть Насколько Тебе Насколько Твоего Яда В них Насколько Там Много Да Вопрос Очень Хороший Ты его Развернул В Такую Плоскость Из Которого Сложно Вывернуться Не Рассказав Довольно Глубоко Это все Я Постараюсь Покороче Смотри Мне вот Что кажется Эпоха Проектировщиков То есть Технологов Которые Подкрашивают Вэрфреймы И говорят Что это дизайн Заканчивается Это очень хорошо Я вижу Что Как бы Ну Запрос От Людей Которые Много Всего Сделали Как Как бы Продуктовые Дизайнеры Где Технология Исследования Тестировка Понимание Как это Работает То есть Ну как бы Знание Фронт-энда Какое-то Оно Очень Важно И без этого Ничего Как бы Ну на самом деле Не сделать Чтобы это Просто работало Но Как бы Ситуация С Функциональностью И с решением Как бы Бизнес-задач Как оказалось К счастью Ну для нас Людей В общем Ну Поколение Далекого От Z Оказалось Что Всего этого Недостаточно Чтобы Продукт Жил И чтобы Он Продавался В итоге Ну потому что Мы покупаем Эмоцию Так или иначе То есть Мы не покупаем Как бы Логику Логика Должна быть Очень сильно Зашита Чтобы По сути Мы ушли В покупку Одной кнопкой Чтобы Как бы Решение Энтерфейсные Не мешали Нашему Переживанию Взаимодействия Вот И С этим Не все В порядке Но еще Больше Не все В порядке Именно с Образной Частью То Во что Мы бьем И за что Сильно Топим Топим Почему Ну потому что Это собственно Есть жизнь Живая штука Которую Ты не можешь Не делать Потому что То что ты делаешь Касается людей И Эти люди Это вот ты Или Моя дочь Или мой сын Или Мои друзья Все Мама с папой И так далее Или вообще Мы все И мы все Совсем не чужие люди Друг к другу А большая Какая-то такая Банда Странных и смешных Иногда усталых Но все равно Очень хороших людей И Не делать Для них А делать Для каких-то Абстрактных Идей Я считаю Неэтичным Ну то есть Вот у меня Есть один Кого-знакомый В отношении Которого Мой второй Знакомый Приятель Сказал О него Он Сейчас Сейчас Он Живет Идеями А не То есть Он как бы Жив Не жизнью А идеями То есть Какой-то Абстрактной Сущностью Которая Зачастую Никак С жизнью Реально Коррегулируется Ну Есть люди Которые Прегенерируют Идеи Но ни черта Никогда Не могут Сделать И я таких Я здесь встречал И это Наверное Про него Про него Я думаю Что это он Это один И тот же человек Я думаю Да Мы такого Одного Знаем Да Похоже На редкий Будак А может быть И нет Кстати Зато Слушай Он уже так Много всего Придумал Что Сделали Другие люди Но тебе Нужно сидеть Просто Где-то В углу И просто Придумывать И как бы В этом Твоя ценность Это просто Разные функции У людей Есть Похоже Что Такой человек Все равно А такие люди Они очень Нужны Все равно Может быть Тогда мы Раз как люди Тогда мы Раз как люди Ладно Хорошо Ну вот Смотри Значит К вопросу Кажется Что Если Мы Не Рассказываем О Как бы Сути А суть Зачастую Она лежит Вне плоскости Бизнес Задачи Она лежит Существенно Выше Вот Если мы О ней Не рассказываем То То что Мы делаем Нежиснеспособно Оно Будет работать Благодаря Маркетингу Но Оно Не будет Все равно Развиваться Так Если бы Большие Серьезные Ну вопросы Касающиеся Жизни Служения Ответственности Были бы В этой штуке Закрыты А закрыты Они могут быть Ну На самом деле Только Когда мы О них Рассказываем С помощью Языка Художественной Выразительности То есть Мы художники И нам это Доверено Поэтому Я считаю Что Проектирование Невозможно На логике И на На как бы Расчете Оно То есть Вот эта вот Живая Иррациональная Штука Абсолютно Не Модерируемая На самом деле Без нее Не сделать Живую Крутую Жизнеспособную Долгоиграющую Штуку То есть На самом деле Переживание Этого состояния Иррациональности Оно Я могу Придумать Я должен Реально Ощутить Собственную Слабость Чтобы придумать Чтобы услышать Я должен Как бы Не покориться Я должен Усмириться И услышать Я должен Стать Прозрачным Убрать Эту Всю Собственную Ну Вот Эту Штуку Которая Прямо Самореализация Вот Эта Вот Эта Вся Херь Вот Как только Она Вот Если Нам Гнать О Какой вы Случай Какой вы Случай Из практики Значит Мы сейчас Ну Помимо Довольно Много Всего Сделаем Одну Любопытную Вещь Для Гаража Президента Это Очень странный Заказ Мы его Не хотели Совсем Вот И даже О нем Забыли И оказывается Мы выиграли Конкурс И значит Нам Гланд Это Как бы Машины Которые Сделали Энами Для Нашего Дорогого Президента И наверное Для каких-то Еще Сограждан Которые Почему-то Они хотят Выбрать Бентли Или Макларен Или хотя бы Поршик И выбирают Эту машину Окей Почему нет Значит Так вот Это Неска Машин Автобус Джип Лимузин Седан И мотоцикл И мотоцикл Сделал 26-летний Выпускник Мади Очень кайфовый Чувак Реально Суперский Это его Первый проект После учебы Интересно А где его посмотреть Можно Можно Засекреченную Все Слушай Я ездил В Нами И сидел В этом автомобиле А все остальные Автомобили Я видел Только на фотографиях И на макетах А мотоцикл Я видел Ну В В студии Но я туда Не мог спуститься К сожалению Это классная вещь Он электрический Так вот Посмотри Значит Это очень-очень Сложный заказ Потому что Это книги Об этих Книги Ну как бы сначала Книжки А потом Веб Об этих штуках Там есть куча Любопытнейших Любопытнейших Идей Особенно В мотоцике Значит Потому что там Никто Не давил Свыше Как должно быть Ну вот Аурус Правильно Значит И вот Вот мы Занимаемся Уже два месяца И только вчера У меня Начало Что-то Получаться Я был В очень плохом Состоянии У меня одновременно Сейчас шесть работ Сотреоточиться на этом Очень сложно Плюс еще воркаут И вот Значит Я лег спать И я чувствую Блин Это Димка Это реально до слез Кажется Немножко Стало Получаться И что ты делаешь В этот момент Что ты Лежишь уже в кровати Что ты делаешь В этот момент Ну Я лежу с распечатками Я даже сейчас С ними сижу Вот я Сижу А сам То есть Они у меня здесь Я их разумеется Печатаю На лазернике 1200 Я кладу О кровати Я просыпаюсь Смотрю Нормально Нормально Пошел в тубзик Взял с собой Нормально Сел в тачку Еду 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 Посмотрел Нормально Блин Нормально Вообще Ничего не предвещало Думаю Блин Что делать Уже скоро сдавать Огромный объем Не получалось Это вот как раз о том Что вдруг В какой-то момент То ли Благодаря Какому-то фокусу То ли Благодаря Дружбе Мы делаем это Вдвоем По скайпу С парнем Так же Как мы делали С тобой С Женькой С Максом Неконоровым С Ажданом Ну как бы Со всеми ребятами Дальше Это вся как бы Практика С ООО О, с Женькой Графом Вот, Женька Граф, здорово Вот Значит Как бы Эта практика Дружбы На счет проекта Она сохраняется Я шарю кран А парень сидит В Алмате И спрашиваю Слушай, так или не так Что думаешь Ну что-то вяло А давай так Так, так, так А если так Ну да Так А если так То есть Я его спрашиваю Короче Тут вот Женя Пишет Дай Димасу микрофон Так это был вопрос Димаса Что ты Просто Барби Отвечает на вопрос Долго Все Я закончил Короче Должен быть художником Теперь мой вопрос Давай Как быть Если Арт-директор Не согласен С решением Которое Ты сделал А тебе Оно Ужасно нравится Что ты делаешь Ну У нас такая была Когда мы вместе С тобой работали В интерне Такие ситуации Бывало Да И я на самом деле Ну Тогда Когда я работал В интерне Я воспринимал Наше сотрудничество Как Ну то есть Я тогда Сейчас понимаю Что я ни хрена Вообще не умел То есть я пришел С какими-то там Что-то я там Типа С мыслями о том Что я что-то умею Там еще Но я сейчас понимаю Что я ни черта не умел На самом деле И у меня было К тебе Отношение Как к мастеру Как Типа Ну мы же были На равных Ну тем не менее Да Тем не менее У нас были На равных отношениях И я тебе Очень благодарен За это То что ты И тебе спасибо Тоже Что В чем Самая крутая Конструкция Что Как бы Ты идешь К мастеру Ну потому что Дизайн по сути Это в основе Своё ремесло И ты идешь К мастеру Он тебя берет И вы вместе С ним Пилите там Эту там Штучку какую-то Свою Там долго-долго Пилите И вот В этом процессе Передаете Друг другу Вот эту Как бы Тайну Эту Да Потому что Я Отучившись В Университете Художественном Понимаю Что нас там Ни хрена Ничему не учили Это было просто Какая-то Ну ты как бы Ну да Вы там сделали то Сделали сё Там сделали журнал Упаковку Плакаты сделали Сделали леготип Но Но это всё Какая-то Симуляция То есть Это не имеет К обучению На самом деле Ни единого Как бы Не имеет отношения И вот Именно Благодаря работе В интерне Я как бы Вырос там Как Как дизайнер Я считаю И вот Отвечая на твой вопрос Как бы Насколько Ты должен Слушать Как бы Мнение Арт-директора Я думаю Что Что Тут Типа Вот В этой Тут нет Как бы То есть Здесь ответственность Арт-директора То есть Это его Он всё-таки У руля И Он Должен Указывать Направление Всё-таки Но Если Ну это вот То есть Здесь тонкая грань Понимаешь Тут уже вопрос Как бы К арт-директору Насколько Он Видит Вообще В других Людях Которые с ним Сотрудничают Творческие единицы Насколько Он им доверяет И Насколько Он способен Воспринимать То что Они делают Как бы Ну Если это очевидно Говно То есть Ну То есть Конечно Надо это всё Переделывать И делать по-другому Так что Я думаю Я всё-таки За то Чтобы Надо Как бы Засунуть Свою гордость В одно место И взять И ещё поработать И как бы И посмотреть Что получается Если Вы как бы И можете сравнить И это довольно честно Будет Как бы Он был прав Или не прав Тут как бы Можно всегда Сделать ещё Несколько итераций И понять Димка Слушай Смотри Как раз Об этом вопрос Ещё Доп-вопрос Скажи А ты помнишь Ты делал Версии Какие-то Или ты Ну то есть Вот например Ждан Для одного разворота Я помню Он делал там 30-40 версий В сети цене Делал ли ты Версии Или ты Сразу Действовал Потому что Я никогда Не делаю Версии Я делаю Сразу Да Не отглядываюсь Я не делал Версии Я потому что Потом Сложный выбор Я перемесил Всё время Один разворот Ты вот Берёшь Ты его месишь Ты там У тебя кусочек Получается Ты его переделываешь И вот пока Ты как бы Не понимаешь Что Вот оно Какая-то пластика Получилась И это то Что я хотел А ты смотри Про это ещё вопрос А ты сидел 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 На одном развороте Не ходил Дальше Или ты Прыгал Подел Смотрел Да нормально Дальше Пошёл Вернулся Снова Отошёл Следующий То есть Или ты Вот Ну Добивал И ещё Кстати Как бы вопрос Ты Ты работал Со всем разворотом Или Ты работал С полосой Нет Это ключевая Это ключевая вещь Что Даже не с полосой И не с разворотом Ты работаешь Со всем материалом И ты Выстраиваешь Самая ключевая вещь Вообще В всей Периодике Ну Это ритм И То Какой ты Ритм Заложишь Так У тебя И будет Материал То есть Выглядеть То есть Мне Гораздо Важнее Было Выстроить Какую-то Драматургию Целиком Там Если Это Даже Два Разворота То Я Думал Вот Человек Откроет Эту Страницу Потом Это Ну И Что Он Почувствует Когда Насколько Ему Передастся Это Настроение Этой Пластики Если Тогда Интерне Это была Архитектура То есть Насколько Мне еще Казалось Важным Такая Вещь Что Если Ты Говоришь Все-таки О чужом Искусстве А мы Говорили О чужом Искусстве Об архитектуре И Интерьере О дизайне То В этом Должно Быть Меньше Твоего Творчества Все-таки А больше Ты должен Рассказывать Про Сам Объект Про который Ты говоришь Про Предмет И Я поймал Сейчас Извини просто Я поймал Сейчас Чудесное Ощущение Что я И мне так приятно Тебя слушать Что ты Родной Мой человек И говоришь Очень деликатные И точные Хорошие штуки Ой Мне так приятно Спасибо Спасибо Что мы Собрались Смотри Вот в связи Как раз С этой штукой Вопрос Смотри Очень сложно Вообще Ребятам Молодым ребятам Да и Немолодым ребятам Ощущать И удерживать Целостность Рассказывать О целостности И особенно Проектировать целостность Постоянно Оставаясь В определенном Поле Внимания К Каким-то Штукам Через которые Происходит Рассказ Можешь Нам Ну как бы С нами просто Поделиться Каким образом Ты Работал с текстом Для себя Составлял Или не составлял Метафоры Из чего Ты как бы Рассказываешь Как ты Для себя Это интерпретируешь И Потом Какие Компоненты Для тебя Были ключевыми В твоем Как бы Рассказе Как ты Проектировал Через них Да Но тут Очень сильно Зависит От того Что это За контент То есть Что это За текст Вот На примере Интерне Там Достаточно Было Просто поговорить С редактором Он бы Рассказал Там О чем Этот материал То есть Возможно Было Текста Этого Еще и Не было Вообще И он Рассказал Просто Какие-то Пойнты Которые Важно Отразить И о чем Это И прочее И Там Не всегда Получалось Так глубоко Погрузиться В текст Но Есть такие Проекты Конечно В которых Текст Это важнее Чем Какая-то То есть Пластику Изделия Да Да Это Так Назовем Его Нужно Искать Конечно В тексте И Это Просто Разные Как бы Разные Проектные Подходы Которые Решают Разные Задачи Вот Как раз Еще вопрос Извини Скажи Когда Ты уже Стал рулить Как арт-директор А ты Стал рулить В секрете Каким Правильно Да 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 Каким Образ То есть Каким Образ Ты Проводил Усеченки Редколлегии И Помогал ли Ты Ребятам Которые Были Под тобой Окей С тобой Вместе Работать Работать Над Как бы Вытаскиванием Смыслов Из текста И Вот Тем Чем Мы Как бы Занимались Когда Составляли Брифы Для этих Всех Западников И наших Западников Примычно Разумеется То есть Вообще Как бы Задача Арт-директора В Периодических Изданиях Не знаю Насколько Вообще Это актуально Как бы Сейчас не осталось Мне кажется Этого жанра Уже Сейчас Потихонечку Это все Ну Вернется Потому что Ну В Штатах Это все Есть И Никуда Не девалось И В Европе Это есть Просто Ну У нас Такая Как бы Ситуация Что мы Очень Чем-то Увлекаемся И Отскакиваем Да Отскакиваем Да Другую сторону Ну Разумеется То есть Конечно Конечно Это все Про смысл То есть Ну Я вообще Считаю Что Ну Как бы Дизайн Довольно Прикладная Вещь Несмотря На то Что я С тобой Согласен Это Там Должна Быть Арт Какой-то Жест Арт Высказывания В любом Вещи Которые Ты делаешь Иначе Это просто Какая-то Оформиловка И Там Должно Быть Твое Переживание И Не Безразличный Подход И Ты Конечно Должен Погружаться В Сущности О чем Идет речь И Плотно Очень Чем мне Нравится Работа В переводике Нравилась Чем Тем Что Это Всегда Про Команду Это Всегда Про Взаимодействие Как раз С редактором Который Отвечает За смысл И Вы Такие Вы Оба Создаёте Создаёте Как бы Вынимаете Эти Сущности Наверх И Из них Как бы С ними Работаете Да Это Конечно Ну Это Ключевая Вещь На самом деле Окей Ты Спросишь Или Я Тебе Спрошу Давай Теперь Я Давай Хорошо Хорошо Вот у Меня Вопрос Такой Типа Ты Собираешь Команду На Какой Ты Проект И Ты Клиент Или Собственный Ну Ты Как бы Команду Собираешь Под клиента Или Собственный Клиентский Проект У тебя Дикая Ответственность Вы Типа Не Привесели Там Типа Все Дела И Ты Собираешь Команду И Ты Например У тебя Есть Несколько Вариантов Взять На проект Людей Там Дизайнеров Например И ты Выберешь Человека Который Тебе Больше Симпатичен Как Человек Но Более Слабый По Своим Скиллам Ну Ты Например Знаешь Что Благодаря Тому Что У вас Хорошая Как бы Связь Какая То есть Он Тебе Симпатичен Вы Вытянете Этот Проект Или Ты Возьмешь Крепкого Профика Который Который Как бы Может быть Не очень Тебе Нравится Но Он Сделает Все Клево Вот Такой Вопрос Непростой Непростой Вопрос Да Смотри Эта команда Останется На нашей Стороне И будет Сдана В аренду Клиенту Условно Или Это Команда Которая Отдается Полностью Штатное Расписание Клиента Какая Схема Не знаю Это важно Я понимаю Что важно Если Люди Остаются На моей Стороне Это одно И Если я Отдаю Их Клиенту Это Категорически Другое Потому что Я не могу Допустим Если я Отдаю Клиенту У меня Есть Два Варианта Я могу Так Составить Соглашение Что я Менторю Их Какое-то Количество Времени Настраивая Уже Очень разных Людей Настраивая Этот отдел Чем я Занимался Или Я должен Отдать их Готовыми Собрав Их На стороне То есть Условно Дать Ребят Которые С нами Были Какое-то Время Сработались И их На какой-то Олимитированный По времени Контракт Отдать Клиенту Так То же Бывало Вот Давай Чуточку Конкретней Тогда Я тебе Смогу Про это Ответить Более Ну Хорошо Ты Собираешь Команду Вы Реализовываете Проект И команда Остается Переходит Дальше Работать Над этим Проектом Клиенту Клиенту Да Ты понимаешь Что тебе Надо будет Еще Несколько Месяцев Чекать Ребят И Чекать Продукт И Вести С ними Диалог Смотри Да Психология Вообще Я занимался Психологией Какое-то Времени Чтобы Вести Все Офлайны Вести Достаточно В таком Легком Жанре И потом Вести На английском Я Поградил Какое-то Время На изучение Психологии И понимание Что люди На самом деле Имеют ввиду И как С ними Вообще Что-то Делать И вот Что я Выяснил Смотри Я выяснил Что Самый Кайф Это Когда Ты Понимаешь То есть Сейчас Сейчас Я По-другому Скажу Для себя Я выберу Симпатичного Чувака Близкого Мне по духу Но может быть Мало чего Умеющего И ему Все дам Полностью Ты знаешь Эта схема у меня Работает Без остатка Что хочешь Все есть Все бери Хочешь это Пожалуйста Это Пожалуйста Люди Вот у нас Огромный пол Ребят Крутых Бери Спрашивай Каждого Каждому Мозоль Мозг Чтобы Он все тебе Рассказывал Научишься Будешь Супер Это как бы Под себя Если Клиенту Я понимаю Что Мне Нужна Автономность В этом Случае Если Человек Мне не очень Симпатичен Но он Делает Дело То Скорее Вопрос Во мне Что я Не вижу Где его Симпатичность Это вопрос Не в нем Возможно Он сам по себе Говнюк Допустим Так бывает Но Я то тоже Говнюк Поэтому В первую очередь Нужно Разобраться Что Почему Между нами Нет химии Это супер Интересно И Если Я Нахожу В себе Вот эти Тупые Крючки Тупзики Не вычищенные Почему Я его Не люблю За что То Это победа Я отдам Клиенту Такого Человека Но Без контакта То есть Если я с ним Не понял Как То я его Не могу Отдать Потому что Тогда Если я отвечаю За проект Я не могу Никак Это все Модерировать И быть ответственным Окей Можно сразу Сходу Вот вопрос Тоже касается Психологии Смотри Очень важно В дизайне Диалог С клиентом Ты согласен Безусловно Конечно Что если Клиент Абсолютно Мерзкий И тебе не нравится Что ты делаешь В этом Да Послушай Тебя трясет Просто от любого Его комментария Что ты Я знаю Что ты Мастер Находить Находить Общий Общий Ну ладно Ладно С полными Мудаками Это правда Слушай Я прошел Девяностый И я знаю Какой вес Устечкина Поэтому В принципе Это полезное Знание Для наших Людей Тоже Смотри Это ценная вещь На самом деле Для всех Дизайнеров Потому что Это ключевая вещь Насколько Ты можешь Доносить Словами Изо рта Свои ценности Вот И как бы Давай рассказывай Что ты делаешь Смотри Смотри Да Ну Конечно У меня Есть По этому поводу Несколько Несколько Фреймворков Ну Разумеется Интонации Разумеется То Как ты Выглядишь И То Как ты ведешь Диалог Как ты Слушаешь Где ты Сидишь Как ты Вошел Много Куча Куча Хитростей Это все Прямо у меня То есть Это прописано Но это четко Это все работает Значит Смотри На входе Первое Мы К счастью Господи Спасибо Мы Не работаем С мудаками Мы не работаем То есть Если Видно Что Мы вдвоем И У Оли Фантастическая Чуйка Вот этого Всего То есть Она говорит Слушай Давай лучше Не будем работать С ним Давай Там огромные деньги Но он Неприятный человек Зачем С ним Работать Все Мы так Отказались От нескольких Ребят Из первой Сотки Форбса Хотя Мы бы Могли Сильно Мы Могли Выпустить Несколько Наших Книжек Переделать Сайт Воркаута Ну вообще Куча Сделать Кузова Поменять Ну и так Далее На чем Гоняешь Рейнджик Суперчардж 510 Да ладно Серьезно Ну конечно Красавчик Малог только адовый Больше 6,3 до сотни То есть быстрее только AMG 63 Что меня делает И У меня еще есть Поршек Чего Но это секрет Потом скажу Ну вот Поршек медленней Значит Поршек на лето Значит Первое Не работать С Людьми Которые Явно Несимпатичны Ну я уже Не говорю о том Что То что Приносит Вред Нельзя поддерживать Поэтому То что То есть Если Ну как бы Человек рассказывает Про свой бизнес Я понимаю Что он Не касается Верхнеуровневых Вопросов Вообще То есть Он как бы Занят Столько Периферией То это Неинтересно Второй аспект Мы не работаем Если нету Взаимодействия Напрямую С владельцем Или с управляющим То есть С лицом Кто принимает решение Потому что Все кто Зависимы Они в любом случае Не включены Так в процесс Как владельцы Поэтому Мы имеем дело С владельцами Значит Если к ним Нету доступа То это Серьезная Препятствия Для сотрудничества Значит Если Допустим Все остальные Условия Соблюдены Но человек Оказался Неприятным Я Смотри Я Вывел Следующее Что вот Все остальные Микрофреймворки Касающиеся Как ты Как ты Ведешь Переговоры Как ты Как ты Слушаешь Что ты записываешь На что ты Обращаешь внимание Где ты К кого Подцепил Это Через что Ты входишь В пространство Смысла Каждого человека Перед этим Ключевые вещи Которые Обязательны Я уже о них сто раз Уже Сказал Прости Если ты Это уже все знаешь Это собранность То есть То что ты Как бы Не даешь Эмоциональности Иметь Излишнюю Амплитуду И Ранить Чтобы они Были Чтобы они Скакывались В некоторое Неэтичное Поведение Ну то есть Ты Как бы Тихий Собранность Внимательность Это значит Что ты Как бы Очень сильно Сфокусирован На том Что человек Говорит Ты как бы Входишь В его Какое-то Понятийное Пространство Это достаточно Энергоемкая Штука То есть Я готовлюсь Ко встрече Ну если это Какие-то Ответственные Встречи И Мне нужно Очень глубоко Понять Что на самом деле Ему нужно Чтобы не делать Ошибок Чтобы не иметь Ну Лишних Там Расходов На неточные Решения Ну на их оплату На их Прототипирование И так далее Поэтому этот этап Как бы Выцепляющий Суть Что ему нужно И Если у него Нету Понимания Верхнеуровневых штук То я с ним Их аккуратно Начинаю обсуждать Ради чего Он это делает Какая Действительная Какая Реальная Большая задача Он это Для кого По факту делает И если мы Сходимся По этим штукам То тогда Все Компоперационные Штуки Желтая Красная Подвинуть Левее Я Ну а Делаю Беспрекословно Ну потому что Чем больше правок Тем лучше Работа Я считаю Но с другой стороны У них То есть у клиента Если мы Условились Про высокие штуки И не возникает Никаких этих правок Тупых Идиотских Потому что Он Понимает Что мы с ним Близки На других Ну на другом уровне И Третья позиция Это Доброжелательность То есть собранность Внимательность И доброжелательность Собранность Это еще Касается Боя Того что ты Постоянно Видишь Собственный контур Чувствуешь Свой Контур И ты Ты неуязвим Ты как Ездящий на мотоцикле Хоть и не очень быстро Наверное Но на гонках Быстро Ты знаешь Это ощущение Когда ты Понимаешь Собственные Границы И Ты понимаешь По какой Траектории Ты едешь Как устроено Пространство Какая Геометрия У пространства И ты чертишь Эту линию Очень точно Внутри этого пространства И не миллиметром Ниже Или выше Или плюс Или без Вот это Про собранность Доброжелательность Это просто Когда я люблю Этого человека Я Я понимаю Что если я Не люблю Этого человека То это точно Это Ну Ну это Плохо Это Я стараюсь То есть ты всегда Стараешься Найти В своем клиенте Вещи Я дружу Ты хочешь Ты хочешь Ну то есть у вас Типа матч какой-то Да Да Поэтому Мы много Делаем всего Без оплаты Просто как Консалтинг Людям Которые Приходят И не тянут Например Какое-то Ну как бы Серьезное Проектирование Или им Не нужны Мы для этого Этапа Но мы Встречаемся И очень Подробно Помогаем Всей командой Этому человеку Чтобы он Закрыл какие-то Вопросы Даже Которые Не конвертируются В заказ Он все равно Вернется Я точно знаю Через какое-то Время Может быть Не ко мне К Лизе Корешкиной Как было Как раз Или Кому-то еще Но Это вклад В большую штуку Просто И все Мне не жалко На это сил Понимаете Да И команда С этим согласна Теперь Мой вопрос Да Давай Расскажи мне Посмотри Мы уже Стали редко Встречаться В бытность Секрета И Мне интересно Каким образом Ты набирал Этих ребят И Как ты их Брифовал И Брифовал С самого Начала Рассказывая О методе Как ты действуешь И что ты Хочешь От продукта И какой Фокус У каждого Участника Должен быть Чтобы Следовать Этому Направлению Первый вопрос И второй вопрос Как вы Решали Как бы Как уже Набрав Ты с ними Сдруживался И Насколько Ты их Страховал И Насколько Ты давал Им Возможность Раскрыться Не лимитируя Их Силы Души Так скажем Да Я сейчас понимаю Что я конечно В то время Был так себе Арт-директором И сейчас бы Я все Перепредел Перепридумал Это всегда Димка Я тут Точно так же Могу сказать Нормально И Ну Есть вещи Которые Очевидно Были сделаны Херово И Вот как раз Именно вопрос Работы С командой Я считаю Что он был Там максимально У меня провальный Потому что Была Ну Очень Была Большая Текучка У нас Бестоянно Менялись Дизайнеры Там Которые Занимались Инфографикой Например И Несколько Раз Менялись Дизайнеры И вообще Последние Несколько Номеров Мы Сдавали То Жданом То С Сережей Федоровым По очереди Потому что Ждан уезжал В Шанхай И Было такое У нас Это было Самое Кстати Прикольная Вещь Потому что Мы тогда Дико Угорали И веселились Как дети Что На самом деле Важная Вещь В работе Номер один Вещь Да И Конечно же Я набирался Людей С которыми Просто Интересно Болтать Интересно Дружить И Я брал Дизайнеров Которые Действительно Они были Не Без опыта Но Которым Очень Хотелось Им Хотелось К этому Прикоснуться И Ты Позволяешь Человеку Творить И передаешь Ему Какие-то Свои Рассказываешь Про то Как это Работает И вот Это Очень ценная Вещь Это то Что В принципе У нас Было с тобой В интерне И Это Я использовал Там В секрете Не всегда Это как бы Срабатывало Но я думаю Это И скорее Из-за того Что я просто Психологически Не был Настолько Подкован Вообще Как бы В том Как бы Что нужно Говорить И в какой Момент И как Нужно Говорить Потому что Очень важно Есть очень Такие Тонкие Вещи Которые Вот Я тогда Мне кажется Не чувствовал Это вот Именно Моя Ошибка Потому что Ну Я сейчас Не помню Уже Какие-то Какие-то Конкретные Вещи Ну то есть Когда человек Например Ты ему Доверяешь И ждешь От него Какого-то Участия Какого-то Неравнодушия А он А он Ну Ну Ему Не нравится Что-то Что-то Не получается А ему Не нравится Тема Ракурс Который Ты ему Задал В этой Теме Сам Текст Или Выбор Иллюстраторов Или Матрядчиков Что ему Не нравится Ты Раскапывал Вот эти Проблемные Случа Как раз Следующий Мой вопрос Проблемные Случа Вот в чем Моя ошибка Это в том Что я Не докапывался До сути Я просто Брал И какие-то Вещи Сам Переделывал Потому что Это всегда На сжатые Сроки Тебе нужно Очень быстро Действовать И Мне 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 Было Проще Самому Сделать И я Понимаю Что это Было Неправильно Потому что По-хорошему Это Нужно Разбирать Даже Если Ты Переделываешь Что-то За сотрудником Своим То тебе Нужно О том Все равно Сесть И поговорить И выяснить Почему так Почему Возникла Вот этот Равнодушие И не Интерес Как бы К работе Своей Потому что У меня Тоже такие Вещи Были И в интерне Когда Ну Ты Как-то В какой-то Момент То ли У тебя Замыливается Глаз То ли Ты Устаешь И ты Немножко Сдаешься И тебе Там Какая-то Есть элемент Неправды Он присутствует И ты его Ты сам Не видишь Даже И только Благодаря тому Что есть Чуваки вокруг Они тебе могут Сказать Слушай Говно Какое Давай Это Переделай И В принципе Это допустимо В обратные Стороны Как бы И Будучи Руководителем Группы Ты можешь То же самое Делать И как бы Важно Как раз Что Если у вас Близкие Отношения Эмоционные То есть Вам не обязательно Быть там Супер Друзьями Но у вас Должна быть Какая-то Эмоциональная Связь И отсутствие Страха В команде То что Очень важная тема Страх Я помню Блокирует Творчество Блокирует Твою Как бы Волю Сразу А если нет Воля Нет творчества Потому что 100% Да Дворчество Это такая вещь Которая все-таки Она рождается Через страдания И боль Но она Как бы Это Оно появляется Только в момент Когда ты не можешь И не можешь его не творить В команде Да Вот поэтому Можно я тебе Еще один вопрос Тогда В ответ Сейчас дам Про Сейчас очевидно Что Мир движется К работе В распределенных Командах У нас есть Там куча Инструментов Сейчас Современных Которые позволяют Это делать Насколько тебе Ну Ты видишь Для себя Как бы Ты видишь В этом пользу Или тебе Кажется Что важно Чтобы сидели Все-таки Вместе Хороший вопрос Димка Молодец Смотри Мы распределенная Команда С 2008 Ну Конца 2008 года Прошло 11 лет 12 лет Уже почти Я могу Сказать Следующее Что Все Самое Необыкновенное Сделано Когда мы были рядом Когда мы Сидели Вместе И Даже Последнее Время Последние Несколько лет Это стало Получаться В хэнгауте Зуме В уиробе Скайпе И так далее Мы сидим Целыми днями Вместе Шарят Экран И как бы Это конечно Эмуляция Но У нас Получается Кое-что Получается Понимаешь Какая вещь Это вот Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Мы довольно Необычная Организация И Поэтому Ну Это как бы Распределенная Вся эта Затея Она у нас По-другому Чуточку Работает У нас нет Менеджеров У нас нет Трафик-менеджеров Операционных Менеджеров Проджект-менеджеров Вот это все Прослойки Бесполезны Зачастую Людей Которые Не знают Вопрос Настолько Глубоко Как мы Но Любят Фрустрировать Команду Ограничениями По срокам Созданию Нервной атмосферы И так далее Поскольку Мы не студия И не бюро И так далее Ты знаешь То есть Мы скорее Как бы редакция Распределенная У нас Есть лишь Ну как бы Администратор Ну по сути Это Оля И она Занимается Всем Абсолютно Кроме Проектирования И Она Не лезет В мои вопросы Я не лезу В ее вопросы Все Что касается Договоров Денег Контрактования Юристов Адвокатов И так далее Вот этого Как бы Всего Огромного Скоупа Проблемных Совершенно Вещей Особенно Для фринансера Проблемных У меня Их нет Вот У меня Есть только Работа С ребятами И взаимодействие С клиентом Как у нас Все работает У нас Есть Несколько Проектов Одновременно И у нас Есть микрокоманды Которые Зачастую Работают Сразу На нескольких Проектах Есть Люди Первого Круга То есть Те С которыми Мы все Время Работаем Их Сейчас 14 Человек Есть Второй Круг Третий Круг И так далее То есть Те с кем Мы хотели Но Не получается Или Мы его Пробуем Вводя В какой-то Проект Вот И тогда Его кто-то Страхует Из старших Из тех Кто В первом Круге Так Так Было Совсем Недавно С Проектом Люкс Инглиш Который Делал Вася Подрядчиков Он у нас Учился Он с нами Работал Я сделал Несколько Проектов На проект Люкс Инглиш Обратную Связь И Дружба Я То есть Окей Все Я по-моему Ответил Да Нет Да 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 Окей Ты мне ответил Практически На все Вопросы Вот что Вот смотри Мы разобрали Случаи Которые Были Много Лет Назад Каким Образом Ты сейчас Как Главарь Подбирал бы Людей По каким Критериям Что бы ты Их спрашивал Каких Какие Вопросы Бы ты Им Задавал На входе Например Максимум У тебя Было бы Три попытки Три вопроса И И Кого бы ты Взял Это первый Вопрос Второй Вопрос С кем Ты хотел Работать Кто тебе Не хватает И для чего Что ты сам Хочешь делать И делаешь И кто Тебе Для этого Нужен Такой Длинный Вопрос Капец Да Капец Ты уже Забыл Первую Часть Хорошо Давай так Как Давай Начнем С второго Вопроса Какие Какие Задачи И какие Цели Ты сам Перед собой Сейчас Ставишь И кто Тебе Из людей Или ты Сам Один Это все Решаешь Нужен С кем Ты хочешь Идти Вместе Чтобы Их Решить Знаешь Ты Этих Людей И какие Качества Этих Людей Для тебя Являются Самыми Важными Для этого Сотрудничества Да Я Знаешь Я Понял Что На самом Деле Очень Ценные Люди Они Бывают Они Вообще Как бы Опыт Работы В этом Случае Вообще Не важен Потому что Этот человек Может Вчера Быть Работать Менеджером А сегодня Он захотел Заниматься Дизайном И В моем Опыте Такие Люди Встречались Но которые Настолько Мотивированы Они Настолько Хотят Этим Заниматься Они Горят И Это Самые Лучшие Люди Это Самые Которые Хотят Учиться Они Хотят Делать Не Просто Участвовать А делать Хотят Они Мотивированы На Результат Лишние Итерации Для них Это Ерунда Они Просто Настолько Видят То есть Это Какая-то Про Любовь К работе Вот Если Я вижу В человеке Есть Вот эти Любовь К тому Что он Делает Для того Что он Неравнодушен К этому И Для меня Это Самый Главный Критерий И Второе Вот То Чего Мне Не Хватает Это Я Очень Ценю Людей Которые Про Логику Про Структуру Про Да Погласен Мне Не Не Хватает Не Хватает Мне Усидчивости И Сфокусированности На то Чтобы Например Если вы Делаете Какое-то Сложное Приложение Я Понимаю Что Я Тону В этом Я Как бы Я Или Просто Это может быть Не то Чем я Хотел бы Заниматься Я бы Наверное Отдал бы Это Другим Ребятам Которые Как бы Кайфуют От этого И Они Есть И Это Классно То Что Вот Есть Какая-то Эмоциональная Нагрузка Да Есть Там Образ В целом А есть Вещи Которые Нужно Просто Сидеть И Выстрадать Их Найти Как бы Кристальную Точность В том Где Эта Кнопка Должна Быть И Какого Она Размера Это Все-таки Тоже Очень Значение Да Вот То есть Скажем Я Не Про UX Совсем То есть Это Как бы Я Поэтому Вот Эту Часть Работы Я С удовольствием Делегирую Всегда И Очень Радуюсь Когда Я Нахожу Людей Которые Кайфуют От Этого И Это Самое Главное Критерий Вот Просто Нравится Тебе Ты Любишь У тебя Есть Любовь К Своей Работе Или Нет То есть Если У тебя Есть Любовь К Своей Работе Тебя Не Остановить Ты Просто Ты Как У тебя Есть Супер Способность Как Ты Гениальный Сейчас Как Вот Именно В этот Момент Потому Что Ты Делаешь Это От Всего Сердца Как Это Самая Глажная вещь Согласен Кайф Молодец У нас Есть Еще Вопрос Из Вопрос Адама Можно Вопрос Из Зала Бывает Лишь Что Вы Поручаете Двум Отдельным Микрокомандам Одну Задачу Параллельно А Задачи Двум Отдельным Микрокомандам Одну Задачу Параллельно Сейчас То есть Так Чтобы Запас Себя Я не понимаю Ты раздаешь Такой смысл Это вопрос Это Вопрос Из Зала Слушай Нет Я так Не делаю Та команда Которая Начала Она Может Чуть Измениться Какие-то люди Добавятся Например Или Убавятся Но Те Кто Начал Тот И Тянет До конца Мы Не заказываем Двум Мы Не делаем Два Варианта Клиенту Две Концепции Нет Андрей Мы Не делаем Две Концепции Мы На берегу С клиентом Уславливаемся Сразу Как мы Действуем Я Продаю Сразу На первой Встрече То что Мы Будем Делать Мы Это Сразу Согласовываем И Бюджетируем Один Этот Вариант Это Довольно Довольно Сложно Короче Ребята Мы Ничего Не Дублируем Все Продается Сразу То есть Мы Сразу Рассказываем Что мы Делаем Для этого Есть ряд Инструментов Но я Об этом Отдельно Расскажу На самом деле На курсе Про формальную Композицию Мы Эти штуки На самом деле Тренируем Что говоришь? Маконин здорово Говорю Маконин Притопил Да Слушай Было 260 человек Представляешь? Да ты что? Ну Довольно много Ребята Спасибо Что вы Пришли Все Вечером После работы Послушать Этих двух Гопников Я имею ввиду Нас с тобой Так А у тебя Остались Какие-то еще Вопросы? У меня Вот все Иссякли У меня Были Довольно Глупые Вопросы И ты уже Сказал Все Что Я хотел Услышать И это Было Лучше Чем Вопросы А у тебя Есть Какой-то еще Вопросы? Может Давай Последние Вопросы И побежим Дальше? Давай Давай Я пойду С собакой Дети А можете Принести Мне собаку Я покажу Димке Если она В доступе Сейчас Я покажу Вам собаку Собака Это Шиба Давно Вонючая Вонючая Ну Немножко Вонючая Носками Пахнет Слушай Нет Пахнет Сушеными Белыми Грибами То есть В принципе Пахнет Нормас Вот Хорошая Очень Но В отличие От Стафаршира Или Каких-нибудь Биглей Она Такая Типа Ну Спокойно Я посижу Сам И посмотрю В окно Может Во дворе Сидеть Сорок Минут Просто Сидеть Куда То есть Просто Смотрит В забор Все Не гоняет Мяч Не таскает Щетку Какую-нибудь От швабры Вообще То есть Просто Ну как бы Это конечно Удивительная Штука Так Окей Ну давай Последний Последний О А можешь Принести Собаку Юки Ко мне Это конечно Сказано С С Сильным Преувеличением Возможности Собаки Собака Не умеет Слушаться Ко мне То есть Нет Она сейчас Обучается Конечно Вот Но В принципе Команды И вообще Всяческое Манипулирование И управление Собаке Доставляет Конкретно Боль Так О Отлично Юки Ты огромный Иди сюда Ох Какой Гулять собрал Понял Все Смотри Смотри Видишь Да Так Это пес 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 собрался На улицу уже Видишь Это Медведь Так Все Все Забирай Опа Ну как собака Собака Отличная Димас Я думал Что она Должна быть Меньше Это же Какие-то Она как Перьер Огромный Сколько Она весит Килограмм Двадцать Наверное Нет Слушай Нет Она Весит Ровно Ограничение Для полета В самолете То есть 7 кило 7 кило А 7 кило И вы Везде Таскаете С собой Слушай Ну мы Хотим Сейчас ее Взять С собой Пару раз В самолет Не знаю Выдержит она Вообще Перелет Печасовой Или нет Непонятно Ну попробуем Я всегда думал Что в этих Багажных отделениях Холодно На самом деле Вы недавно узнал Что там Такая же температура Как в салоне Там же гудит Все Вот я за это Боюсь Ну что она там Вообще Как бы Офигеет Купи Собачий Берушек Берушек Да Точно Это шутка Или они есть Конечно Собачий Берушек Погугли Блин Круто Так Окей Ну что Вопрос Или все Разбегаемся Я тебя Я тебя рад Видеть Мы хорошо Мы И какие-то вопросы Закрыли И ребят Мне кажется Порадовали Слушай Ну я был рад Я зови еще Поболтаем И я очень хочу Тебя уже обнять Приезжай просто Приезжай в гости Мы же Ты же не был здесь Не был ни разу Ну приезжай Когда приедешь Когда позовешь Воскресенье можешь Может в воскресенье приедешь Вот прям в воскресенье Ну почему нет Стоп В театр идем На будущей неделе В любой день Давай Давай Я готов Я приеду Напиши Когда можешь Я могу В любой день Хорошо Хорошо Ребята Ну что Закругляемся Круто Что вы все Притопали Вы написали Кучу вопросов Но как мне теперь Посмотреть Я не знаю Димка А ты можешь А так Давай сейчас Ответим еще На вопросы И тогда Разбежимся Да Сейчас Сейчас Так Жека Ивграфов Пишет Мы тебя тоже Рады Жека Так Семен Семен Спрашивает Вопрос Насколько Актуально Предлагать Три и более Вариантов Концепции Слушай Но это зависит Хочешь ответить Димка Кстати Давай Ты уже говорил Что ты делаешь Один вариант И я пришел Да Правильно То Не надо делать Никаких вариантов И один есть вариант И как бы Вы можете его уточнить Потом вместе с клиентом Внести правки Но он Именно Должен быть Да Вот Именно Как бы Если вы не находите Общий язык Как бы Значит Либо вы не Услышали боли клиента Либо Либо что-то там Произошло не так Надо разбираться Но вариант Должен быть один Никаких Я согласен Выберите Три варианта Это какой-то Блядский подход Извините Он не работает Да Абсолютно точно Абсолютно точно Ленинградка В районе Ленинградка В районе Войковской Правильно Да 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 Окей Дальше А вашу распределенную команду Вы однажды Позвали человека А потом больше Не звали Это значит Не торт Не торт Что это такое Смотрите Значит В команду Набираются каждый раз Разные люди Ну в команды Есть какие-то люди Которые просто с нами Все время работают И Поскольку мы Все время Выпускаем шрифты То с нами Все время работает Типограф Мы все время Занимаемся Да Собственно Все Да То есть Как бы Из постоянных Ребят Это редактор И Это типограф А все Остальные ребята Они набираются Под задачу Ну например Сейчас есть Огромный сайт Гигантский Очень-очень сложный сервис И Под это Набираются Разные ребята Которые были в кампусе Ну я их знаю Они знают Чем Ну как бы Чем мы занимаемся И И это не с улицы люди А конкретно Ну То есть какие-то Короче Мы их знаем Мы хотим с ними попробовать Это Новые люди И не те С которыми Мы делали сервис Smart Foundation Или Non-fiction film Или какие-то еще штуки Ну именно Веб Веб затеи Вот Новые люди Те не могут А новых много Мы Таким образом Обкатываем Вот Если Больше Не позвали То это значит Либо нет Так Подобной Как бы работы Где-то человек Может Ну Быть Да Как бы В команде Либо Либо этот человек Сделал что-то Что нам Нам показалось Не совсем Как бы корректным Поэтому Но обычно Мы об этом сообщаем И таких случаев Бывает Но не часто Конечно Так Ну кажется Все Больше вопросов Нет Про новичков Про профессию Что им делать Можешь ответить Ну Это Писать Чувакам Которые 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 делают штуки Которые нравятся тебе И которые ты считаешь Что они Как-то В тебе Откликаются И надо С ними Общаться И пытаться Попасть К ним И Только Как бы В работе С ними Можешь Чему-то Научиться То есть Не идти На компромисс Не идти То есть И учиться Учиться больше Смотреть И делать И Даже если Вас Сейчас Не берут Надо Не останавливаться И продолжать Работать Я когда Начинал Я просто Сделал Дизайн Для Выдом И Да Юки Сколел Как Смошедший Он не кричал Север Что случилось Сейчас У него Мужик Напал У него Слышишь Кого-то Мужик Сломал Да ты Что Ладно Все Ужасы Ужасы Если Вы вообще Некогда Не умеете Просто Возьмите И Сделайте Делайте Дизайн Для Компаний Которые Вы Придумали Сами Или Просто Из реальной Жизни Просто Что-то Делайте И Потом По крайней мере Как бы Вам уже Будет Что-то Обсуждать И От чего-то Отталкиваться И Вы будете Понимать Вообще Как бы Что Это Ну как Приблизиться К тому Что То есть Лучший Вариант Чему-то Научиться Это Начать Это Делать Согласен Ты Наверное Как бы Прав Согласен Путь Да Зимка Разбегаемся Все Приятно Было Повидаться Ребят Спасибо Что Пришли Я вас Обнимаю И Целую Давай Убиться В гости На будущей Неделе Да Все Я записываю В календарь Написывайте Давай Все Я хочу разбираться С собакой Пока Пока Ребята Меня напугало Я чуть Все